Всем привет! Меня зовут Алексей Красиков. Добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Мы продолжаем снимать цикл лекций о неврозах, панических расстройствах, вегетососудистой дистонии, как это не прискорбно мне называть, но приходится, и о всевозможных личностных расстройствах и механизмах их терапии. Сегодня наше занятие посвящено очень важному элементу, о котором я раньше упоминал, но может быть вскользь, может быть не особо детально, и я убежден, что если вы внимательно посмотрите сегодняшнюю лекцию, то вы для себя многое поймете. Структура сегодняшнего занятия будет выглядеть таким образом. Это очень просто. Наверняка вы обращали внимание на себе или на своих знакомых или на своих клиентах, если вы специалист практикующий, о том, что часто страхи ваши за ваше здоровье начинают как бы меняться. То вы боялись умереть от этого, то от этого, то от этого, то от этого, то за сердце, то аллергия, то какая-то реакция, то что-то вы задохнетесь, то потеряете сознание, потом какая-то онкология, потом пишут они так с органом, и начинается такой сплошной перебор тревог и сомнений, проверок, перепроверок, обследований, переобследований, да, и общая тревога постоянно присутствует, она находит такой вот постоянный себе выход в виде каких-то фобий и навязчивостей. Согласны? Бывало такое дело? Если такое дело бывало или если такое дело есть, то предлагаю вам задержаться у экранов ваших мониторов или телефонов и внимательно послушать меня сегодня, потому что я буду объяснять, почему такая хрень происходит и что с этим делать. Значит, давайте начнем с того, что я объясню вообще сам механизм образования вот этих вот постоянных эпохондрических состояний и вообще почему образуются вот такие нелепые страхи за здоровье, почему они меняются, почему они постоянно видоизменяются и не заканчивается все это. Ну, например, вы боялись, там, у вас была паническая атака, это переросло в паническое расстройство, где у вас панические атаки возникали периодически, да, вам объяснили, что это не страшно, что это всего лишь вегетативное адреналиновое там, адреналиновое состояние, где вы пугаетесь, потом вы это избегаете, формируется агорофобия. Вы вроде как с паническими атаками справились, а что-то как-то вот в целом напряжение осталось, да. Или, например, у вас была кардиофобия, вы боялись умереть от инфаркта. Вам вроде как врачи объяснили, что с сердечком все в порядке, но что-то у вас как-то страх переключился на что-то другое. То онкология, то аллергия, то какая-то реакция, то общий вегетативное состояние, то опять какие-то сомнения по поводу здоровья, потом опять к сердцу вернулись, потом опять куда-то. Вот, собственно говоря, об этом мы сейчас и с вами и поговорим. Значит, смотрите, какая есть интересная штука. И, кстати, еще сегодня поговорим о двух типах как раз невротических реакций. Это как раз в нашем сегодняшнем диалоге будет очень важно. Итак, давайте начнем мы с того, что у нас есть два типа невротических реакций. Первая реакция называется реактивная, вторая – накопительная. Вот реактивные невротические реакции вы прекрасно знаете. Ну, предположим, ситуация. Вы едете в метро, и у вас возникают мысли. Ой, а вдруг я сейчас задохнусь, что-то я себя нехорошо чувствую, а вдруг я описываюсь, а вдруг я обкакаюсь, а вдруг я тут вот сейчас помру, а вдруг у меня сердце выпрыгнет, а вдруг сосуды разорвутся. Вы от этих мыслей формируете эмоцию страха, испытываете адреналин, и под действием адреналина, будучи уверенным, что вы умираете, убегаете из этого метро и больше в нем не появляетесь. Вот это реактивная невротическая реакция. То же самое можно сказать, например, в какой-то бытовой ситуации. Вы мыли полы весь день, зашел муж, натоптал грязными ногами, и вы подумали о том, что он вас не любит, что он вас не уважает, что он над вами издевается, и вы заорали в гневе, разбили там пару тарелок и поссорились. Вот эти реакции невротические называются реактивными. Мы все с ними знакомы, мы все их прекрасно знаем. От обычной бытовухи, которую я сейчас пример привел, до панической атаки. Вот паника – это реактивная реакция. Социофобия – это реактивная реакция. Например, вам надо выступать где-то, и вы думаете о том, что сейчас вы не справитесь, у вас ничего не получится, а если вас накроют, а если это все увидят, у вас возникает от этих мыслей эмоции страха, вы испытываете симптомы проявления страха, тахикардии, ком в горле, дисфункцию кишечника, бурление, газы, вам становится еще больше страшнее, и вы начинаете паниковать или убегать. Вот эта реакция называется реактивная. И, конечно же, мы с ней должны уметь работать. Вот эти реактивные образования я выделю в виде таких вот как бы осколков. Вот это назовем мы это паникой, а это какой-нибудь там социофобией. Вот у нас есть две такие реактивного состояния. А есть состояние под названием накопительное. Вот тут сейчас я прошу внимания, очень важно, что на самом деле есть еще общее невротическое состояние под названием сам невроз, или, проще говоря, накопленный невроз. Копится этот невроз годами. И когда наши клиенты приходят и говорят, знаете, у меня вот два-три года назад начались панические атаки и вегетососудистые проявления какие-то, да, клиент начинает описывать реактивные происхождения, реактивные невротические реакции. Но он никогда не думал о том, что они являются частью одного большого невроза, который называется накопительный. Что же такое накопительный невроз? Помните вот эту формулу ситуация, мысль, эмоция, реакция? Наступили на ногу, подумал, что вот скотина, почему он так делает, не извинился. Эмоция гнева, реакция в виде вегетативной реакции, эмоции злости, там, и какие-то слова вы сказали. Или вы едете, ситуация в метро, подумали о том, что у вас сейчас что-то случится, все это увидят, вы испугались, у вас тахикардия и паника. Вот эта формула ситуации, мысль, эмоция, реакция, она также является накопительной. Только там, где только ситуации у нас, не какой-то локальный муж в данный момент времени, не какой-то локальный поезд или метро. А ситуации являются в целом интерпретацией всех обстоятельств жизни, которые происходят на работе, с деньгами, в семейных отношениях, в жизненных отношениях, между людьми, между самим собой, между результатом ваших жизнедеятельностей. Проще говоря, отношения с мамой, с папой, на учебе, на работе, отношения с близкими людьми, отношения с коллегами, отношения с учебой. Вот тут вы начинаете очень сильно невротично понимать все эти ситуации очень болезненно, очень эмоционально ярко. Но на самом деле не отдаёте в этом себе должного отчёта, вам кажется, что всё нормально. Ну, как бы всё нормально. Проблема в том, что ненормально. Что вот это общее невротическое как раз как бы нормально и копится. И в какой-то момент времени случаются одна, две, три ситуации, которые являются как бы последней каплей. Многие наши клиенты вспоминают о том, что начались вот эти вот острые реактивные состояния тогда, когда, собственно говоря, там что-то не так, тут не всё в порядке. И вот последняя какая-то ситуация или какая-то стрессовая ситуация, это может быть полёт на самолёте, это может быть алкогольное отравление, это может быть просто какой-то скандал, это может быть какая-то ссора, это может быть просто жарко было человеку. То есть последней каплей вот в этом накопившемся состоянии является либо какой-то провоцирующий фактор, либо какое-то плохое самочувствие, где вдруг возникают те самые вегетативные состояния. И вот здесь очень важно понять, что терапия невроза всегда будет делиться здесь на два больших лагеря над устранением вот этих вот реактивных состояний под названием паническая атака или общее невротическое реагирование. И самое главное – это изменить вот эту общую невротическую реакцию на окружающий мир, на окружающую действительность, научиться относиться к людям более объективно, научиться относиться к работе более объективно, научиться относиться к себе более объективно, без завышенных требований к окружающим, к себе, научиться не видеть безвыходностей в жизни, научиться не видеть каких-то безысходных жизненных обстоятельств и так далее. Вот именно вот этот момент является очень важным для понимания. Вот здесь вот стало более-менее ясно, над чем надо работать, потому что если вы здесь паническую атаку уберете и какую-то фобию маленькую уберете, это все не закончится, потому что в целом невротическое восприятие мира сохранено. Но еще могу объяснить вам еще более подробно по-другому. На другом слайде, условно говоря, вот есть ваша жизнь. Вот тут вы все прекрасно осознаете, а вот здесь не очень. Вот если вы копите в себе вот эту невротическую реакцию к себе, к окружающим, к людям, копите ее годами, копите ее всю жизнь, и потом начинаются обстоятельства, где вы начинаете слишком эмоционально и ярко к этому всему относиться, в вашей части бессознательной психики формируется очаг постоянного напряжения. Это как раз последствия, как вы помните, да? Помните? Того самого невротического мировоззрения, о котором я говорил чуть раньше. Помните, да? Вы смотрите на окружающий мир слишком ярко, слишком предвзято, на себя слишком требовательно, слишком безысходно порой. Все это формирует у вас очень сильное напряжение. Вот тут сейчас очень внимательно. И вот это напряжение должно куда-то сублимироваться. Ребята, оно должно куда-то выйти. Именно поэтому многие наши клиенты изначально описывают состояние перед началом острых симптомов как будто какое-то напряжение, как будто струна натягивалась, натягивалась, натягивалась. А теперь, внимание, я хочу ответить вам на вопрос, почему ваш покорный слуга Алексей Красиков не очень уважает и не любит всякие интернет-форумы, посвященные вегетососудистой дистонии, какие-то социальные обсуждения в группах, социальные сети по обсуждению своих симптомов. Я сейчас объясню, почему. Я это назвал механизм невротика, потому что когда у человека есть вот такое непроработанное, достаточно сложное, больное, требовательное, с перебором, с перебарщиванием мировоззрения, которое формирует внутренний очаг постоянного напряжения, и это напряжение, ребятки, должно куда-то выйти. Оно должно как бы, знаете, пар должен куда-то выходить, вот этот, иначе психику, ну, она так по-другому не работает. Вот этот момент должен куда-то выйти. И вот, к сожалению, первое, куда выходит вот это напряжение, это тело, безусловно. И вы испытываете вегетативную реакцию, то, что в Советском Союзе назвали вегетососудистой дистонии. Здесь нет никакой дистонии, это просто выход вот этого самого напряжения. Это не болезнь, тут вообще лечить все бесполезно. Вот здесь надо лечить, точнее, вот здесь. Именно поэтому терапии вегетососудистой дистонии не было и быть никогда не могло. Максимум, что можно здесь делать, это какими-то фармакологическими средствами, просто тупо заглушить телесное проявление. Но вот сюда-то никто не полез, соответственно. Но это полбеды, понимаете. Если бы у нас все вот эти невротические напряжения, которые формируются от взгляда на мир, на себя, заканчивались только телесными проявлениями, было бы еще более-менее неплохо. Но, к сожалению, если у человека вот это сильное напряжение начало вырываться наружу, потому что тут планка кипения переполнена, чаша переполнена, то вот тут как раз на первый план выходят воспоминания, фантазии и, к сожалению, интернет-форумы, социальные сети. Объясню почему. Человеку надо куда-то сублимировать ту тревогу и то напряжение, которое находится вот здесь. И вот как раз то, что попадается ему под глаза, то, что попадается ему в воспоминаниях, он за это и фиксируется. Но если у вас кто-то умер от инфаркта, то, скорее всего, эта тревога у вас выйдет в страх инфаркта. Если у вас что-то было связано с сердцем, или вы что-то слышали о сердце, то у вас это выйдет в страх как раз за сердце. Именно поэтому сердце лидирующее по количеству фобий, потому что на слуху, что люди умирают от сердца, что сердце останавливается, оно бьется, и очень удобно слушать. То есть очень удобно сублимировать в кардиофобию вот это внутреннее напряжение. Именно поэтому сотни обследований кардиофобов им не дают облегчения. У них нет задачи понять, что у них сердце здорово. У них есть задача просто вот в этот объект под названием кардиология сливать свое внутреннее напряжение. То же самое касается всего остального. Если у кого-то была история с грязными штанишками, с описыванием штанов и так далее, он выйдет вот в это. Если кто-то увидел ножи перед собой, и он очень сильно имеет здесь напряжение о том, что он будет плохим человеком, и это ужасно, он увидел ножи на кухне, он начнет бояться ножей, он вышел на балкон, начнет бояться балконов, он слышал, что кто-то сошел с ума, он станет бояться сойти с ума. Именно поэтому я против социальных сетей и форумов, потому что социальные сети и форумы, посвященные неврозам, тревогам, они формируют как раз многочисленные варианты, куда сублимировать вот эту тревогу, собственную внутреннюю. И у вас тогда вообще вся жизнь превратится в один сплошной перебор того, что вы когда-то прочитали. Ведь вот такому человеку, у которого вот такое сильное внутреннее напряжение, достаточно один раз прочитать какой-то случай, и он 100% его запомнит, и потом когда-нибудь туда сублимирует вот это внутреннее напряжение. Ну, представьте себе физику. Давайте еще более научно. Хотите? Где мы... Где? Упал? Ну, ладно. Еще более научный. Есть такой в физике закон сохранения энергии. Вот запомните очень простую физическую корреляцию. Я учился в химии-биологической школе, классе, и я помню, что сумма веществ, вступивших в реакцию, равна сумме веществ в окончании реакции. Как-то так этот закон тоже звучит. На этом примере это выглядит так, что энергия Е1, например, равно 100 кДж, да? Вот здесь вот человек создает себе 100 кДж энергию своим болезненным взглядом на себя, на мир, на окружающих и так далее. Он сформировал, условно говоря, энергию в 100 кДж. Вот по закону сохранения системы, по закону сохранения энергии, энергия на выходе будет равной. То есть, ставим знак equals, равенством. То есть, чем невротичнее человек смотрит на свои жизненные обстоятельства, вот здесь, внутри своей психики, и создает больше напряжения внутри, тем больше энергия будет проявляться в виде возможных фобий, навязчивостей. Это понятно? То есть, если человек смотрит на определенные обстоятельства достаточно объективно, достаточно философски, то энергия здесь будет равна 10 кДж примерно, да? И у него также вяленько, практически незаметно, будет что-то здесь формироваться, он даже этого не заметит. Он не почувствует этого. Или очень быстро от этого отойдет. Потому что, даже если у него сформируется тут чуть больше напряжения, и он где-то услышит свое сердцебиение, и у него возникнет невротический страх, а вдруг сердце, ему будет достаточно один раз прийти к кардиологу, и он ему скажет, что все в порядке, и он про это забудет. Но если у невротика здесь формируется огромное количество напряжения, он будет постоянно брызгать куда-нибудь, только бы, чтобы побояться. То есть, как я обычно говорю, бояться неважно чего, главное, чтобы человек боялся, да? То есть, им, нашим клиентам, собственно говоря, неважно, что это не объективно, что это нелогично, что это ненаучно. И самое главное, вот туда сбросить вот эту энергию. Поэтому я всегда был и останусь при своем мнении, что интернет-форум, как бы вы там не говорили о том, что вы находите поддержку, очень сомневаюсь на эту тему, вы там находите просто-напросто магазин, куда вы сливаете свою энергию, вам на какое-то внутреннее напряжение, вам на какой-то момент, может быть, даже станет попроще, что вы не один такой, но существенно это только усугубляет ситуацию, потому что формируя огромное количество механизмов, куда вы сливаете это напряжение, вы просто заводите себя в глубокую задницу, потому что чем больше вот этих вот вариантов «а вдруг это, а вдруг это, а вдруг это, а вдруг это», тем больше поле для мишени терапии, и это достаточно становится долго, тяжело и так далее. Конечно, если сейчас мои ролики смотрят мои коллеги, дорогие коллеги, очень-очень опасно пойти по тактике терапии вот этих вот видов фобических сублимаций, потому что им конца и края не будет до тех пор, пока человек вот здесь не решит тот очаг напряжения, который брызгает в эти все виды сублимаций. Чтобы вот этот очаг напряжения потушить, нужно изменить его болезненное, искаженное, слишком перфекционистически требовательное к себе и к окружающим мировоззрение. Вот этим, собственно говоря, и занимается когнитивная терапия. Теперь понятно, почему вы постоянно куда-то сбрасываете свои тревоги и даже удивляетесь. «Я понимаю, что это нелогично», — говорит он, «а мне как-то страшно». «Вам надо это». Потому что вот эти механизмы, помните, профессор Фройд назвал их защитными, потому что в эти самые фобии сливается как раз вот то напряжение, которое должно по большому счету слиться. Вот как раз одна из гипотез формирования шизофрении психозов. Я, кстати говоря, поддерживаю эту гипотезу о том, что если у людей не работает формирование слива вот этого внутреннего напряжения в эти фобические, невротические, навязчивые конструкции, если вот здесь стоит какой-то блок по какой-то причине, вот как раз вот это и начинает разрушать то самое тело, что мы называем как раз уже патологией соматического уровня. Это и органные изменения серьезные, это называется и психосоматика, это называется и психоза и так далее. Поэтому вот здесь нужно четко для себя понять, что если у вас механизм хорошо работает в виде невротических постоянных страхов, а вдруг я сойду с ума, а вдруг я кого-то убью, а вдруг я описываюсь, а вдруг я окакаюсь, а вдруг я умру от аллергии, а вдруг у меня будет какая-то реакция, а вдруг я упаду, а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг. Вот если вот этот механизм работает, то любому специалисту даже не очень высокого уровня понятно, что вы не психотик, что вы с ума не сойдете, потому что у вас механизм этот работает. Здесь же как раз хочу сказать о пагубности психофармакотерапии. Очень такая сложная штучка здесь. С одной стороны, у этого человека, у которого внутреннее напряжение из-за больного мировоззрения, оно формируется в фабические состояния навязчивые, ему действительно плохо, ему действительно тревожно по всем этим нелепым поводам. И классический психиатр посчитает, что вот эту просто хрень надо заглушить определенными ингибиторами, определенными транквизирующими препаратами. Если вы выпьете препарат или комбинацию препаратов, первое, что случится, вы перестанете испытывать эмоции. Те самые эмоции, которые вот здесь вызывают очень сильное напряжение. Ваше тело расслабится, и возможно препарат будет таким хорошим, что он даже вот это напряжение немножечко снизит. В идеале, если вы пропьете курс какой-то там полгода, то вот это все будет снижено химическим путем. Поскольку здесь будет энергия равня нулю, у вас нечем будет выбрасываться. Поняли? То есть, если химическим образом здесь снизить, вот здесь ничего не будет. Проблема в том, что когда вы будете отказываться от этих препаратов, эта колба очень быстро наполнится, потому что не был изменен сам механизм образования этого напряжения. И опять, собственно говоря, все попрет, усугубив еще депрессии, потому что вы скажете, блин, твою мать, я все неизлечим, я думаю, что я вылечился, оно опять пошло, значит, я точно больной. Нет, вы не больной, просто таблетка вас обманула. Она химическим образом тут кое-что закрыла, из крови система вышла, и вы опять это все почувствовали. Вот, собственно говоря, то, что я хотел вам объяснить, да, и то, что я хотел вам рассказать в этом видео. Поэтому еще и еще раз, отвечая на вопросы в группах, отвечая на вопросы личные, что делать и как быть, постоянно захожу во враев разные группы, и какие-то странные люди, а у кого так, а у кого так, а у кого так, а у вас так, а у кого так. И этому конца и края не будет. Эти люди никак не могут понять одной простой идеей, что вот это вот оно нескончаемо до тех пор, пока вы не спуститесь в то, как вы образуете то напряжение, которое вот таким образом проявляется в виде эмоционального, навязчивого и телесного проявления. Поняли еще раз, что вегетососудистая дистония – это всего лишь эмоциональное проявление этого напряжения, а всевозможные фобии и навязчивости – это система слива этого напряжения. Систему слива пытаться вот как-то полировать и как-то вот менять бесполезно. Здесь, в этой системе слива, есть такой уникальный механизм под названием паническая атака. Многие считают его каким-то обособленным, специфичным, я не знаю, локальным. Я не согласен. Объясню почему. Сама по себе паническая атака ничем не является, как вот этим моментом, где у человека вышло вот это самое напряжение в виде тахикардии. Если он был тревожно-мнительный и такой достаточно беспокойный изначально, то он просто-напросто испугается. Сейчас объясню как. Он просто-напросто испугается своего вегетативного состояния, он просто-напросто испугается своего самочувствия, у него от этого страха выделится адреналин, он запаникует и подумает, что с ним что-то не так. Объясняю, как это происходит. Помните, в начале лекции я говорил о том, что у нас есть определенные жизненные обстоятельства, которые накапливаются, и вот оно пошло. Вот смотрите, что происходит. Представьте себе, что у человека годами и последнее время копилось вот здесь напряжение. С мужем что-то не так, с женой что-то не так, на работе люди какие-то уроды, и это не получается, и это не получается. И вот тут напряжение подошло к пику, и тут будет два момента выхода. Вот смотрите сейчас очень внимательно, слушайте. Если вы вот здесь, в этот момент уже на пике, допустим, понервничали, или что-то выпили, или что-то съели, наркотическое, не дай бог, выпили алкоголь, то у вас ваша невротическая реакция будет более-менее для вас понятна. Давайте еще по-другому, другой пример приведу. Если вы испытали жуткий адреналин, прыгая с парашютом, то для вас это будет понятно, что у вас тахикардия, пот, озноб, бла-бла-бла, связана с тем, что вы прыгаете с парашютом, это страшно. Если на вас напала собака, то выход этого момента будет для вас обусловленный. Так вот, почему же, господа клиенты и пациенты, вы вот здесь формируете панику. Вы формируете панику потому, что у вас голова совершенно не связывает, что если вы просто-напросто мыли посуду, и вдруг откуда ни возьмись, у вас начался невротический выход по телу, застучало сердечко, стала голова кружиться, стало плохо. Или вы просто шли на улице куда-то, и вдруг откуда ни возьмись. Вот это вдруг откуда ни возьмись и пугает людей, потому что им кажется, что абсолютно на фоне благополучия, абсолютно на фоне спокойствия, абсолютно на фоне полной идиллии, откуда ни возьмись, появились вегетативные состояния, которые вы приняли за инфаркт, потому что, ну а что еще подумать, иду спокойно по дороге, вдруг какое-то странное состояние. Первая мысль, как у бабушки, как у дедушки, как вот там я слышала, а вдруг это сумасшествие, там у меня Зинку недавно увезли. Первое, что приходит в голову, это что, что-то с телом или с головой. Естественно, от этого люди пугаются, обращаются к врачам, врачи разводят руками, говорят, ну уж МСД у вас, ВСД, вы приходите в интернет, что такое ВСД, вам объясняют, что это вот столько всего, и вот оно полилось. Возвращаемся назад. А почему у тебя, когда ты мыла посуду или шла по улице, вообще началась эта хрень? Потому что у тебя накапливалось общее состояние дистресса благодаря твоему воззрению на отношения с мужем, с женой, с мамой, с папой, с самостоятельностью, с работой и так далее. Это был лишь вопрос времени, когда он тебя прорвет. И то, что тебя прорвало там, когда ты мыла посуду или шла по улице, это уже не столь важно, когда прорвало. Важно в том, что вообще это случилось, а если это случилось, значит, ты тут очень сильно переборщила, перенакопила всю эту, этот момент. Именно поэтому никто никогда не найдет лекарства от ВСД, и исцеления от ВСД не бывает, потому что есть только психотерапия личности, которая сможет вот этот уровень напряжения понизить, благодаря чему изменятся вегетативные реакции, и, соответственно, выплескивать эту энергию, всякие всевозможные фобии и навязчивости будет просто не нужно. Вот и все, вот и все секреты. И нет никаких гениальных секретов. Надо просто работать. Надо просто работать над собой, надо уметь преодолевать дискомфорт, надо уметь преодолевать себя, надо уметь включать голову и научить слышать лекции, которые вам снимают в интернете, а не приходить в интернет-группы, на форумах, и вот, понимаете, снимая я лекцию, вывешиваю какую-то группу, и буквально через день сверху пишут, у кого понос вот такой, а у кого голова кружится так. То есть чувство такое, что люди даже просто не смотрят то, что просто тупо для них делают. Но опять же я прекрасно понимаю, что они и не должны это досмотреть, поэтому если ты это посмотрел, и ты это понял, то, пожалуйста, не надо идти в интернет, не надо идти на форум и спрашивать, кто как писает, кто как какает, как, чем, как долго, и у кого, откуда зудит, и что, кто делает. Вот здесь все форумы, вот здесь все социальные сети, понимаете, это бесполезно. Не приведи, Господь вас туда засосет. Будут проблемы. Вам надо просто-напросто найти специалиста, который будет работать, нет объяснений, что такое вегетососудистая дистония, что такое паническая атака, и не будет вам долго рассказывать вот об этом, а который практически достаточно быстро перейдет к работе над самой главной проблемой, это воззрением на мир, воззрением на вашу жизнь, воззрением на то, как вы создаете это напряжение. Так что, успехов вам в вашей терапии. Канал Невроза Мегаполиса Алексей Красиков желает вам прежде всего здоровья, рационального взгляда, видения. Приходите на наш вебинар с Дмитрием Ковпаком 11 октября, мы будем рассказывать о работе с убеждениями, но анонс чуть предыдущий ролик можете посмотреть. Приходите на занятия в группах, приходите на мои семинары в вашем городе, следите за новостями, если хотите очень подробно научиться вот со всем этим механизмом работать, пожалуйста, звоните, пишите, чем смогу, помогу, но, к сожалению, на все письма отвечать не в состоянии, поэтому лучше звонить и спрашивать, записываться. Группы существуют онлайн, есть скайп, есть онлайн-группы, есть семинары в Москве, есть личные занятия, поэтому, в принципе, возможность есть, но в рамках моих возможностей, моего времени и в рамках возможностей группы, больше восьми человек я не набираю, поэтому пишите, звоните, смотрите ролики невроза мегаполиса, если вы внимательно посмотрите последние ролики в 20, вам уже многое станет понятным. Удачи, до встречи, увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok